Виталий Шеметов Я приехал из России, являюсь чемпионом Европы по кикбоксингу по версии Акиев и чемпионом России по кикбоксингу и тайскому линбоксу. Виталий Шеметов 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 И Виталий Шеметов 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 Продолжение следует... 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 Надо заметить, что рефери в ринге сегодня Сергей Кирпиков, вице-чемпион мира 93-го года в Америке по кикбоксингу в разделе «Лайт контакт». Сам в прошлом хороший спортсмен, так что в правилах разбирается не понаслышке. А мы смотрим с вами второй раунд первого круга. Сегодняшние восьмерки сильнейших выступающих спортсменов по правилам драка. Абсолютно весовая категория, жесткие быстрые удары, я думаю, вы слышите уже. Вот этот лоу-кик приносит два очка голландскому спортсмену, потому что тот боец, который остался стоять на ногах, по правилам получает в судейской записке бокового судьи два очка. Удар ногой, удар рукой оценивается в одно очко, удар ногой в голову в два очка, сложный удар в прыжке или с разворота в голову оценивается в три очка. Бросок с высокой амплитудой ног оценивается также в два очка, а бросок с высокой амплитудой, извините, в три очка, а бросок, если один остался стоять, а второй упал, то стоящему присуждается два очка в судейской записке. Трое боковых судей наблюдают за поединком этого, за поединком, и вот сейчас мы видим, что Нович промахнулся вот тем самым бэкфистом, ударом рукой с разворота. Очень жесткий и неожиданный удар. Часто спортсмены побеждают, попав один раз таким ударом. Вот сейчас Шеметов дал записать в анкету своему противнику два очка, упав на настил ринга. Но, в общем, конечно, пока что Шеметов более активен, что характерно для тайского боксера Новича. Второй раунд закончился, и сейчас секунданты уже будут давать опять наставление, как строить поединок дальше. Сейчас мы видим повторы лучших моментов второго раунда. Хорошо работают ребята, руками в голову, ногами в ногу. Вот падение Шеметова, которое принесло два очка. Еще одно падение, еще два очка в пользу Новича. В пользу Новича. А мы видим секундант у Алекс Алекса, известный, известный боец в тайском боксе, в фулл контакте, голландец Перри Убеда. Многие любители единоборств знают этого бойца, его показывают и в поединках по Суперлиге, и много в журналах единоборств информации про этого спортсмена. Вот мы сейчас видим, что бойцы оказались в такой сцепленной ситуации, и рефери развел, потому что некого технического действия они не проводили, а это уже начало переходить в разряд такой, как бы, возни, в клинче, так можно назвать. И для более зрелищного течения поединка решили, что ограничение в клинче достаточно до пяти секунд. Вот мы видим, что на левом боку у Алекса камерой было видно, такой сильный кровоподтек от мощного такого кругового удара ногой по корпусу, который Шеметов провел. Вот опять на контратаке Шеметов поймал. Ну, а еще что, конечно, отмечается боковыми судьями. Еще один мощный по корпусу боковой удар ногой приносит одну очко Сергею, и Сергей спокойно набирает очки, не торопясь. Вообще, по такому принципу тайского бокса, все идет на наращивание темпа, то есть спортсмены боксируют по пять раундов, и первый темп проводят в разведке, второй немножко активизируется, третий уже пытаются навязать свою тактику, и, соответственно, четвертый, пятый раунд, каждый тайский боец подготовлен так, что начинает работать уже с полной выкладкой, потому, наблюдая третий раунд, уже пора ожидать какого-то обострения со стороны голландца, и под конец вообще поединка, конечно, будет уже обострения с его стороны, я уверен в этом. А рефери давал устное предупреждение Сергею за прямой удар в ногу. Хочется сказать, что прямые удары в колени, в суставы запрещены, а удары в ногу, в бедро разрешаются. Вот мы сейчас видим обмен коленями, зацеп, и рефери посчитал, что пора устанавливать клинч. Сергей секундирует его брат, его брат Виталий Шеметов, которого мы увидим в первой восьмерке сильнейших бойцов по правилам драка до 90 килограмм. То есть брат выступает в абсолютной категории, а второй брат выступает в более легкой весовой категории до 90 килограмм. Четвертый раунд. По всем правилам спортсмены должны обострять, они оба знают тайский бокс. Вот хорошо сейчас вошел за спортсменом россиянин, да. И, конечно, спортсмены под два роста, но еще вообще больше двух метров. И вот хорошо, видим, сейчас провел серию раз-два и добавил коленом россиянин, хотя он ниже, и ожидать от него ударов ногами, коленями в клинче, я думаю, что, ну, практически невозможно, хотя мы видим, что он делает и такие сложные с технической точки зрения удары, потому что коленями вообще больше работают более высокие спортсмены. Вот опять бэкфист наносит голландский спортсмен. И, конечно, я думаю, он приносит ему одно очко, так как вскользь он попал по Шеметову, но этот удар не произвел на него никакого впечатления. Мы видим это по рисунке, так сказать, не трясанул. В общем, довольно равный поединок, но, наверное, пока, пока, наверное, на мой взгляд, ведет российский боец, хотя это тяжелый вес, это поединки по правилам, дракой, возможно, все, и вот сейчас более мощный лоу-кик пробивает голландец и зарабатывает одно очко ударом по ноге. Этот удар ничего не приносит, кроме визуального эффекта. И мы видим под концовку четвертого раунда атаку Сергея Шеметова. Последний перерыв перед решающим пятым раундом. Это повторы четвертого раунда. Не скажу, что он был очень насыщен действиями. На мой взгляд, первый и второй раун были более, как бы в техническом плане. Вот тут, конечно, красиво ребята завалились на канаты, чуть не вывалившись вообще за ринг. А Переубеда, я думаю, накачал своего спортсмена, своего бойца. И Нович визуально, все-таки немножко уступая российскому своему противнику, должен сейчас что-то предпринимать, идти в атаку, пытаться вырвать этот поединок. Красиво упали спортсмены, но ни одному, ни другому это не приносит ни одного очка. Хотя визуально, конечно, это выглядело довольно эффектно. Чуть не заваляли ребята оператора, мы видели, как дрогнула камера. Тяжелый вес. И рефери, конечно, здесь работать трудно. Какой-то один промах может стоить рефери. Большого, больших неприятностей. Вот, отлично отработал сейчас Шеметов ударство с ворота. Это, я думаю, ему принес, конечно, два очка, хоть и вскользь, но он попал в область головы своему противнику. Конечно, ребята уже устают, все-таки 10 минут в ринге. И принимать столько ударов. Вот сейчас мы видим, одно очко получает голландский боец, нанеся бэкфист, удар рукой с разворота в голову россиянину. Вот такое небольшое поднятие, как бы колено вверх, когда бьют ногой по ноге, это и есть блок. Единственное, что можно противопоставить жесткому удару ногой по ноге, лоу-кику. Вот мы видим, один раз Новович пропустил лоу-кик, второй раз поставил блок. И вот такой блок часто бойцы даже ломают ноги. Даже открытые переломы случаются. Это очень жесткий удар, очень жесткий блок. И много поединков выигрывают спортсмены именно нокаутом в ногу. Немножко сбавили спортсмены темп. Хотя Шеметов делает, конечно, больше для победы. Идет вперед, обостряет. И концовка этого раунда, да, все опять переходит в руки боковых судей. А пока мы ждем подсчета судейских записок, мы смотрим захватывающие моменты пятого последнего раунда этого поединка. Вот Бэкфист попал в область уханович. И в свою очередь Шеметов срывается. И в свою очередь Шеметов срывается. Минимальное преимущество победу одерживает российский боец. Сергей Шеметов тем самым прошел во второй круг этого чемпионата. Например, систему низкого уровня для начала. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...